Ну а теперь хочу представить вам Дениса. Наверное, Денис уже не требует способ представления. Мы с Денисом один раз, и у меня был тогда проект по США, и мы как-то записывали интервью с ним. И я уже переходил полностью на инфобизнес, переходил полностью на проект youtube1.ru, на обучение людей ютубу. Но для поддержания проекта решил все-таки записать еще одно интервью на тему США. И как раз я интервьюировал Дениса, и он рассказывал о том, как он поступил в университет США. Денис, он всегда был помешан на видео. То есть он, вот сколько я его знаю, он раньше работал на телевидении, на радио, снимал клипы, сейчас он учится на мультимедии в Сан-Франциско. И в этот момент как раз у меня уже вовсю был проект мой, посвященный ютубу, но у меня была большая загвоздка. Меня часто люди спрашивали о том, как снимать видео, но я не был экспертом в этой теме. И вот как раз с Денисом мы в этот момент болтали. Я говорю, слушай, Денис, а ты не хотел бы со мной тренинг провести? И вот так родился наш проект, который назывался «Как создать цепляющее видео для инфобизнеса». Он до сих пор существует, у нас есть и вебинары, и у нас есть книга на эту тему, и у нас есть платные продукты. И Денис как раз стал тем экспертом, который обучал моих подписчиков о том, как создавать видео. Рассказывал какие-то фишки, рассказывал про монтаж видео, рассказывал про выбор камеры и так далее. Но одно из тем, которое мы освещали на нашем первом кастомарафоне, который был прошлым летом, это создание карикатурных видео. Тогда они уже были, и мы, как два человека, живущих на Западе, мы видели эти видео, но мы не умели тогда их создавать. И я еще говорю, Денис, это такая тема, слушай, неплохо было бы научиться. Потому что реально, когда мы ребятам рассказывали, они спрашивали о том, а как же создать такие классные видео с конверсией высокой. И вот Денис в итоге был первым человеком в Рунете, кто привез эту тему. Он сделал видео Адамата Ушану, он сделал видео мне, он сделал видео Юре Черникову, он сделал видео еще одному фотографу из Нью-Йорка. И вот так понеслась эта тема цепляющих видео. И сейчас мы заметили, что этот тренд наконец-то пришел в общие массы, но в то же время появилось очень много шарлатанов, которые за тысячу рублей вам продают продукт, который научит вас создавать такие видео, а по сути они просто говорят программу, которая это делается. Программа-то есть, но почему-то сами авторы этих курсов не сделали ни одного видео такого, что на самом деле очень пугает. И мы видим плачевную тенденцию, что сейчас просто вот эти говнопродукты могут выжечь весь рынок. И поэтому я говорю, Денис, давай ты сейчас сам расскажешь, как ты это делаешь, давай ты сейчас расскажешь про Doodle Video. И в конце, конечно, Денис вам даст офер. Да, я наставил, чтобы Денис сделал не просто видео на заказ, а чтобы провел тренинг о создании этих видео. Но об этом все, сейчас вам поведает Денис. Я с удовольствием передаю ему микрофон. Тимур, спасибо большое за представление. Буквально один секунд, один момент. Так, я сейчас вывожу презентацию на экран. Так, скажите, видно ли презентацию? Отпоставьте, пожалуйста, в чате единички или двоечки, скажите, видно ли презентацию. Хе-хе. Александр пишет хе-хе. Скажите, презентацию видно или нет? У меня вот такой вопрос к вам. Так, я здесь. Я понял то, что были небольшие проблемки со звуком. Так, единичка вижу. Вижу единичку, двоечку. Отлично. Супер. Презентация пошла. И я хочу начать в первую очередь именно с видео, чтобы показать, о чем же будет идти речь. Тема сегодняшнего выступления – создание суперконверсионных видео. Почему суперконверсионные видео, почему видео для сайтов и как на видео можно зарабатывать, об этом сегодня я расскажу, покажу. И будет очень много примеров того, как это делать. Скажите, видел ли кто-то вот уже подобные рисованные видео в интернете? Если вы занимаетесь интернет-бизнесом, то знайте… Вот такого плана. Если вы занимаетесь интернет-бизнесом, то знайте, насколько важно привлекать посетителей на свой сайт, чтобы они не проходили мимо. Но, когда человек заходит на ваш сайт и видит там только тексты и картинки, он обычно уходит через 10 секунд. Поэтому вам нужно использовать видео на сайте, так как видео – это инструмент номер один в интернете для привлечения и удержания внимания ваших клиентов. Но даже традиционные видео с говорящей головой уже не так эффективны, как раньше, и люди перестают их смотреть. Особенно, если вы плохо выглядите в кадре и не умеете работать на камеру. Но есть видео, которые вызывают буквально гипнотический эффект, и зритель не может оторваться от экрана. А аналитика показала, что такие видео на 400% эффективнее, чем видео с говорящей головой, и самое главное – они увеличивают конверсию в 4,5 раза. В Tuttle Video Room мы создаем именно такие видео. Когда человек наблюдает за процессом создания видео на экране, он полностью сконцентрирован на вашем сообщении. Ему интересно, и он ни на что другое не отвлекается. И 97% информации попадает точно в цель. Такие простые рисованные видео – это идеальный и самый эффективный инструмент, чтобы повысить конверсию вашего сайта, построить доверительные отношения с клиентами, увеличить продажи ваших продуктов и сервисов. И самое важное, что такое видео человек сможет посмотреть на экране любого ноутбука, планшета или смартфона. Мы создаем именно такие видео и делаем все от начала до конца. От написания сценария и раскадровки, записи закадрового аудио и музыкального оформления, до создания видео, монтажа и постобработки. Вы также можете предоставить нам собственное аудио и выслать ваш сценарий, а мы сделаем видео с учетом ваших индивидуальных пожеланий. Только представьте себе, что видео будет работать на вашем сайте 24 часа в сутки и с сумасшедшей конверсией продавать ваши продукты и сервисы постоянно. Увеличьте прибыль собственного интернет-бизнеса и закажите суперконверсионное Tuttle Video прямо сейчас. www.tuttlevideo.ru Так, классно, видел комментарии, пока играло видео о том, что уже даже кто-то делает такие видео. Да, верно, есть специальное приложение, которое позволяет создавать подобную анимацию. Но, как вы понимаете, одного приложения недостаточно, потому что приложение это среда, но для того, чтобы делать действительно классные, качественные видео с высокой конверсией, нужно понимать структуру видео, нужно понимать, должно быть очень много составляющих. И как раз об этом сегодня поговорим. Если вы уже создаете такие видео, очень классно, потому что я поделюсь с вами секретами личного опыта создания видео. Вот кто-то писал, что видел впервые такое видео для Азамата Ушанова. Непосредственно мы делали такое видео для Азамата, здесь с ним общались в США на конференции и как раз договорились о создании видео. Поэтому будет чем сегодня поделиться. И готов с вами всеми своими наработками, которые я лично получил, которыми я здесь обучался, с вами сегодня вам сегодня рассказать. Итак, собственно, прежде чем начать. На самом деле видео является очень недооцененным среди многих интернет-предпринимателей. И могу сразу сказать, что это секретное оружие очень многих предпринимателей. Но почему-то 95% до сих пор еще не используют видео в своем интернет-бизнесе. Вот для того, чтобы просто этот тезис проверить, в чате дайте сейчас знать, кто использует видео, а кто не использует. Вот если вы используете видео, напишите, да, использую видео. И я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что большее количество тех участников, которые сейчас меня слушают, вы все же скажете, что видео мы думали использовать, мы одно попробовали сделать, сделали у нас не так получилось, или да, мы сделали одно видео, но больше как-то не делали. Но так, чтобы постоянно использовать видео систематично в своем бизнесе, вот такое встречается довольно редко. Хотя нет, я ошибаюсь, вижу да, 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 да. Кто-то пишет очень редко, да, используем мало, редко, ну вот Тимур пишет да. То есть на самом деле аудитория разделилась классно. Если вы используете видео, тогда все же эта гипотеза немного опровергается. Но, тем не менее, видео очень многие все равно недооценивают, именно как инструмент. Но доказано, что любое видео, которое вы размещаете на сайте, гарантированно увеличивает вашу конверсию и продажу. Почему так происходит? На самом деле очень просто. Людям реально надоело читать тексты, смотреть картинки, и гораздо проще посмотреть двухминутное или одноминутное видео, где будет описание продукта, где будет описание услуги, где будет рассказано о проекте, чем читать там большой длинный текст и пытаться вникнуть в это все. И учитывая, что сейчас очень многие люди используют интернет там не столько с компьютеров или ноутбуков, многие используют интернет с мобильных телефонов или там айпадов, планшетов, то как раз на таком планшете гораздо удобнее посмотреть видео, чем вчитываться вот в мелкие буквы, в мелкий текст. Поэтому, если вы еще только думаете о том, чтобы использовать видео, я хочу, чтобы мое сегодняшнее выступление стало для вас толчком, и вы перестали думать о том, надо его использовать или не надо, а просто вот взяли и начали его создавать. При том, что сегодня я покажу и расскажу секреты, фишечки, которые помогут вам создать действительно именно конверсионные видео для вашего бизнеса. Ну, в первую очередь хочу сказать, что конверсионное видео это ни в коем случае не вирусное видео. Очень многие путают, что вот мы сейчас там сделаем вирусное видео, или нам там предлагали заказать вирусное видео. Это все полная ерунда, это все неправда, потому что вирусные видео, они создаются, ну есть специальная технология для создания вирусных видео, и то, о чем сегодня будет идти речь, именно создание суперконверсионных видео, это простой алгоритм, который доступен каждому. Если вы будете его использовать, то ваши видео будут на порядок отличаться от тех, которые не используют данный алгоритм. Соответственно, ваши видео будут давать вам гораздо больший процент конверсии. Немного вот по пунктам, где можно использовать видео, потому что многие опять же думают, ну мы там запишем видео, разместим его на своем YouTube-канале, или же разместим его на своем сайте. И на этом все. Реально, возможности, где можно использовать видео, их очень много. Ну, в первую очередь, это, естественно, чтобы использовать видео на главной странице сайта для описания того, что вы делаете. Также можно использовать видео на странице приземления, вот на одностраничнике для сбора целевых контактов. Чуть-чуть позже я покажу кейс, как такое видео было использовано как раз Азаматом Ушановым. Также можно использовать видео на продающей странице, как видеопродажник, и можно не писать там очень много текста и делать страницы продающие длинные, а достаточно лишь разместить грамотно сделанный видеопродажник, форму заказа, и оно даст результат в разы лучше, чем страница с большим длинным текстом. Можно использовать видео не для продаж, но для обучения, для описания инструкций, для описания каких-то процессов, методологий. Это также работает, если вам нужно строить отношения со своей аудиторией, и у вас цель бизнеса несколько другая, или задача проекта другая, нежели чем продавать. Естественно, что мы используем видео на нашем YouTube-канале для продвижения, видеоблогинг, причем здесь видео можно снимать абсолютно разные. Также очень классно работают видео для презентации продукта, когда вы, например, держите какой-то продукт, рассказываете о нем, или когда вы занимаетесь распаковкой продукта именно в магазине, или вы их только получили какую-то посылку, и вы на камеру снимаете, как это происходит. У Тимура есть несколько видео, где он распаковывает какие-то продукты новые, которые он только что получил. Почему-то аудитории это нравится. И также очень классно работают видео-интервью. Ну, видео-интервью вы видели, уверен, и не раз, особенно в преддверии конференции. Тимур снимал очень много видео-интервью с известными интернет-предпринимателями. Поэтому возможностей для использования видео очень много. И сразу же говорю о критериях конверсионного онлайн-видео. Я сказал-то, что конверсионное видео – это не вирусное видео, и я хочу, чтобы вы сейчас это записали, потому что это важно. Это как раз те важные пункты, которые гарантированно увеличат конверсию вашего видео. Ну, во-первых, длительность. Многие думают, что чем длиннее видео, тем лучше. Это значит, что я больше смогу сказать, больше выдать какой-то интересной информации, и поэтому мы записываем видео на 4-5 минут, и в конечном счете такое видео в лучшем случае смотрят первые 2 или 3 минуты, и потом закрывают. Ну, сейчас идет тенденция такая, что чем короче видео, тем лучше. Причем, если вы даже просто проанализировать последние тенденции, особенно те видео, которые реально становились вирусными, они были очень короткими. Одно из последних было вообще 30-секундное, и в основном сейчас на YouTube средняя длительность видео составляет 2 минуты 20 секунд, а 2 минуты 30 секунд, то есть до 3 минут иногда и не доходит. И важно, чтобы все ваши видео были в диапазоне 1-2-3 минуты максимум, не длиннее. Говорите очень кратко, говорите тезисно, и максимально компактно и сжато, давайте информацию. Выдавайте исключительно качественный контент. Если не будет качественного контента, если ваше видео будет, ну, не то что бесполезным, но там будет очень много воды, будет очень много околопространственной информации, ваши видео не будут набирать популярность. Третий момент. Качественный звук. Я не знаю почему, но очень мало людей уделяет внимание в целом звуку на видео, очень мало людей записывают видео с использованием микрофона, и мало людей уделяют именно вниманию записи качественного звука, особенно если вы делаете это в шумном месте, или если вы там даже делаете это в пустой квартире, и раздается такое эхо, такой звук, ну, в общем, звук нечистый. И это пагубно отражается на самом видеоролике, и нет желания его смотреть. Поэтому качественный звук – это то, что заставит смотреть ваше видео до конца. Четвертый момент. Это правильная композиция и интересная картинка. Ваше видео, вне зависимости от того, где вы его снимаете, как вы его снимаете, в каком месте, с кем, важно, чтобы вы располагались в кадре правильно. Есть определенный стандарт золотого сечения, есть правило третий. В любом случае, вам важно выбрать интересную картинку. Я очень большой противник того, чтобы вы снимали видео на фоне какой-то белой или серой стены в темном помещении, или же видео на фоне обоев, видео на фоне ковра. Это может казаться смешным, но, ребята, давайте делать на самом деле качественный видеопродукт, и перестать снимать вот такие вот дешевые видео, которые просто даже смотреть очень стыдно и неинтересно, когда видишь видео на фоне какого-то серой стены. Всегда и выбирайте интересную картинку. Выйдите на улицу, или вот чтобы сзади вас было что-то такое захватывающее. Очень рекомендую в каждом вашем видео делать монтаж. Это не должен быть какой-то суперский монтаж, но, как минимум, добавляйте туда какой-то текст, добавляйте туда какие-то... В начале его можно брендировать, добавить логотип в начале, добавить логотип в конце, так, чтобы ваше видео походило на финальный, завершенный продукт. Это не занимает так много времени, это не так сложно, это можно сделать в массе бесплатных программ, которые есть. Но монтаж в вашем видео очень важен. И финально, что важно делать, это каждое ваше видео должно иметь цель. Я сейчас об этом более детально скажу, но запомните, что в конце видео вы должны вовлекать аудиторию в какой-то процесс и призывать к действию. Собственно, в конце вы должны конкретно говорить, что нужно сделать. Я вот вижу, Элли Хайкин спрашивает, как можно сжато дать качественный контент? Можно. Две минуты вполне достаточно для того, чтобы дать качественный контент. Если говорить кратко и по сути, этого более чем достаточно. Опять же, ответьте на вопрос, вот какая цель вашего видео? И этот вопрос вы должны себе задавать, когда вы записываете абсолютно любое видео. При том, что вы-то знаете, для чего вы записываете видео. То есть, если вы уже его записываете, вы знаете, что вы его разместите или на YouTube-канале, или вы его разместите там на сайте, или оно уйдет у вас в рассылку, или же оно у вас будет на вашей странице с описанием платного продукта. И, соответственно, вы понимаете, какое действие человек должен совершить, просмотрев ваше видео. И несмотря на то, что мы это понимаем, все равно в конце мы не до конца четко показываем ту финальную цель, которую мы хотим от нашей аудитории. И я разбиваю, я показываю четыре основных блока, четыре основных тезиса, для чего вам важно и для чего вы можете снимать видео. Ну, во-первых, это построение отношений с аудиторией. Это то, для чего отлично служит YouTube-канал, когда вот отличный пример Тимура. У него классный канал, где он делится историями из жизни, показывает себя, показывает семью, показывает, как он живет. Это привлекает аудиторию, это строит отношения, это вызывает доверие. И это очень сильно также взаимосвязано с построением вашего личного бренда. Потому что видео на YouTube будет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И когда человек посмотрел несколько видео о вас, ему понравилось то, что вы делаете, у человека уже создается такое впечатление, будто он вас знает очень давно и начинает просто смотреть видео. Притом, что если вы думаете, что ваша жизнь никому не интересна или кто будет смотреть ваше видео, вы на самом деле очень глубоко ошибаетесь, потому что видео смотреть будут. Будут люди, которым будет нравиться то, что вы делаете. Это первый момент. Второй момент. Вы снимаете и создаете видео для бизнес-целей. Это привлечение трафика, привлечение подписчиков, то, на чем я дальше буду в презентации сегодня фокусироваться. И последний момент. Это исключительно продающие видео для продажи ваших продуктов, для продажи того, что вы делаете. В этом случае видео тоже отлично работают. И 7 фишек, которые повышают эффективность ваших видео. Как я уже сказал, каждое видео должно иметь цель. И вот как раз, отвечая на вопрос, как можно дать сжато качественный контент, это такой алгоритм того, что вам нужно говорить и вот что должно быть в вашем видео. Для того, чтобы оно действительно цепляло и привлекало внимание. Ну, во-первых, должно быть вступление в брендирование. Очень классно, если вы сделаете свой фирменный логотип проекта и каждое ваше видео будет начинаться с него. Пусть это будет 2-3 секунды, но главное, чтобы оно было. Таким образом, вы у ваших клиентов, вашей аудитории будете вызывать ассоциации именно с вашим брендом. Второй момент. Вам нужно сказать, как долго будет это видео длиться и почему его нужно смотреть. Третий момент. Дать ценный контент. Поделиться одной-двумя фишками, те, которые могут сработать у вашей аудитории и те, которые смогут дать какой-то результат в моменте. Ну, вот я, к примеру, приведу пример, что если бы я записывал видео, то я бы назвал видео «7 фишек, повышающие эффективность ваших видео». И то, что я говорю, я бы это уложил в 1 минуту, может быть, там, 1,5 минуты. И как раз я бы перечислил эти 7 пунктов и тем самым кратко, тезисно я бы сказал о том, чему нужно следовать для того, чтобы видео стали более эффективными. В конце обязательно резюмировать то, что вы сказали, подытожить, если у вас там была одна какая-то большая мысль, ее нужно вот сжато привести к одному тезису. Опять же, в конце призыв к действию, вы говорите конкретно, что нужно сделать именно вашей аудитории. Если вы хотите, чтобы они подписались на ваш канал, пусть подписываются. Если вы хотите, чтобы они скачали ваш бесплатный продукт на странице, пусть скачивают, говорите, что для этого нужно сделать, а именно ввести там свои контактные данные в форме на странице справа, слева, вверху, внизу, ну, в зависимости от того, как она размещена. И для того, чтобы усилить призыв к действию, обязательно сделайте вот завершение видео запоминающимся. Добавьте там на 10-15 секунд стрелочку на белом фоне и пустите какую-то музычку. И эта стрелка, она будет еще визуально показывать, куда нужно ввести контакты или куда нужно сфокусировать человека, чтобы он совершил необходимое вам действие. Вот эти вот 7 фишек, запишите их, пожалуйста, себе. Можете сделать там скриншот для того, чтобы в дальнейшем их использовать, потому что они очень простые, но, поверьте, они дают очень-очень серьезный результат. И как только вы начнете их применять, вы это сразу же на себе ощутите. Идем дальше. Вопрос того, как завершать видео. Тоже очень актуальный вопрос для многих. Опять же, мы видео записали, а как его грамотно завершить так, чтобы оно дало конкретный эффект. Потому что обычно, когда человек там смотрит видео, он запоминает именно последнюю часть того, что он видел. Поэтому в конце вы призываете человека или же оставить комментарий, или же подписаться на канал, или же перейти по ссылке, или же оставить контакты, как я уже сказал, или же добавить видео в избранное, или же поделиться этим видео с друзьями. Собственно, вот то, что вы хотите, чтобы человек сделал, вы обязательно это проговариваете. И при монтаже очень важно там показать текст, сделать несколько вставок, фраз, добавить направляющие стрелки для того, чтобы еще усилить эффект. То есть вы должны в данном случае задействовать все модальности. Вы должны говорить голосом, что нужно сделать. Вы должны показывать руками, куда подписываться, или где вставлять ссылку, или куда нажимать. И вы еще должны графически показать, это в формате картинки или текста, что именно от человека требуется. То есть вот такие максимально детальные подробности. Эли пишет, что иногда не нужно давать подробности, потому что будет формально и непонятно. Но как раз такие детали и подробности, они увеличивают конверсию ваших видео. Вы можете просто замерить, и сами удивитесь. То есть мы здесь не играем в капиталную очевидность, но вот такие понятные простые вещи, казалось бы, абсурд, зачем это говорить, если и так понятно. Но как только вы скажете, вы увидите, что конверсия ваших видео возрастает. И шесть простых шагов для создания видео. При том, что здесь речь идет о создании не столько анимационных видео, об этом сейчас буду говорить, а здесь речь идет о создании абсолютно любого видео. Если вы берете видеокамеру, достаете свой мобильный телефон, на который собираетесь снимать видео, следуйте всегда этому процессу. Первое. Вы определяете задачу для своего видео. Второе. Вы выбираете формат видео. О форматах. Сейчас расскажу. Вы готовите сценарий. Это то, на чем... Это то, что не делает, опять же, почти 90% людей, которые собираются записывать видео. Думают, да ладно, что мы там запишем видео, зачем нам сценарий, мы и так знаем, что говорить. И потом получается, что видео записывается там с 10 кадра. На себе это не раз прошел. Получается так, что видео в голове думал одно, а потом, когда уже записал видео, оказалось, что это не сказал, и это не сказал, а уже переписывает там нет времени или нет желания там после 10 кадра. Ну, в общем, отсутствие сценария и отсутствие плана, когда вы прежде не планируете, что вы будете говорить видео, что зачем будет следовать, какую ключевую информацию, какие ключевые тезисы вы хотите выдать, где вы будете располагаться. Вот это вот планирование, оно очень сильно сэкономит ваши ресурсы и просто сделает сам процесс съемки видео очень простым и комфортным, потому что вы уже будете знать, чему вам следовать, в процессе создания видео. И четвертый момент, это вы снимаете видео там, съемка или создание видео. Если вы делаете скринкаст или записываете там свою презентацию через PowerPoint, опять же, вам нужно понять, то есть, если вы... Отличная аналогия. Когда вы создаете презентацию в PowerPoint и делаете скринкаст, то вы ведь изначально готовите слайды, вы готовите тексты, вы готовите там закадровый голос, вы готовите картинки, и уже только потом записываете. Вы ведь не записываете голые слайды в PowerPoint и в процессе записи добавляете на них картинки. Вот точно такая же ситуация именно с подготовкой сценария и кратких тезисов, когда вы записываете живое видео. Уделите этому моменту очень большое внимание. Пятый пункт. Когда видео уже готово, я крайне рекомендую его монтировать и его обработать. Ну, как минимум, это необходимо для того, чтобы уменьшить его объем, потому что если вы снимаете там на фотоаппарат или на какую-то классную камеру, то оригинальный размер файла будет очень большим. С ним будет неудобно работать и особенно неудобно будет его загружать в интернет. Соответственно, его нужно в любой удобной программе смонтировать, обработать, для того, чтобы просто уменьшить его размер. И последний момент. Вы публикуете ваше видео в интернете, продвигаете и уже ваше видео начинает работать на вас. Вот эти шесть простых шагов, пожалуйста, также запишите, чтобы они у вас были. Да, вот вижу, Алексей пишет. Хороший микрофон. Аудиотехника есть. Я потом чуть-чуть сброшу позже в чат. Или можно сейчас. Аудиотехника АТР-3350. Вот он у меня, кстати, на столе сейчас лежит. Я гляну точно, как называется модель. Это конденсаторный микрофон. Да, верно. АТР-3350. Аудиотехника. Его стоимость порядка 20 долларов. И этот микрофон просто изумительный на все случаи жизни. Крайне рекомендую. И переходим к типам онлайн-видео. Есть несколько типов, которые в последнее время довольно популярны в Рунете, особенно вот среди инфобизнесменов. Ну, во-первых, это видео на белом фоне. Причем, скажите, все ли видели такие вот видео такого типа? Именно видео на белом фоне, когда кто-то делает презентацию, там, сзади просто белый фон, или сзади какая-то маркерная доска. Вот такие получались обучающие или контентные видео. Видео на фоне яхт, видео на фоне природы, особенно популярные такие видео в зимний период, что у вас там зима, а у нас здесь лето. Смотрите, как у нас классно. Вот такие видео тоже классно работают. Видео на зеленом фоне. То есть, это видео в студии Chrome Cake, где вы можете просто записывать видео на зеленом фоне и потом подкладываете туда любые картинки, острова, собственно, все, что вам нужно. вы туда, вы там размещаете. Следующий тип видео, это скринкасты. То, о чем я и говорил. Или же, если вы пользователь Mac, вы используете Camtasia. Если пользователь Mac, используете ScreenFlow, если пользователь PC, используете Camtasia, там, презентация PowerPoint, или презентация Keynote, или просто презентация с экрана. и таким образом вы создаете обыкновенный скринкаст. Также, следующий тип онлайн-видео, это инфографика. Отпишитесь, пожалуйста, в чате, кто видел инфографические видео. То есть, это такая графика с цифрами, там, где все очень так динамично перемещается, где поднимаются какие-то злободневные вопросы, связанные с этим. Так, в чате комментарии, комментарии, комментарии. Что-то не вижу обновлений. Но, тем не менее, думаю, то, что видео с инфографикой вы определенно видели. И знаете, о чем идет речь. И последний пункт, последний тип онлайн-видео, это как раз именно рисованные видео, те, о которых я уже говорил, те, которые я вам показывал, именно такие видео, именно о таких видео, как раз сегодня и сейчас пойдет речь, я буду более детально о них говорить. Почему именно о таких видео? Да, на самом деле, все просто. Когда я только познакомился с технологией, во-первых, когда я только увидел такие видео, а учитывая, что я профессионально изучаю тему создания видео здесь, в США, они мне очень понравились, и я просто захотел сделать такое видео. Это было мое внутреннее желание. Я понял, что это круто. Мне всегда нравилось делать какие-то крутые вещи. И после этого я начал активно изучать тему того, а как же такие видео именно создавать. И как раз я начал в целом изучать тему вот таких вот рисованных анимационных видео. И задался вопросом, а какой же тип видео дает лучшую конверсию, какой тип видео дает лучший результат. И я понял то, что после того, как сделал такой анализ западного рынка, посмотрел, какие видео создают интернет-предприниматели здесь, в США, я увидел то, что очень многие используют именно рисованные видео, потому что они дают очень большую конверсию. Я сам в это не верил. Начал читать, смотреть вообще, как это все происходит. И реально получается так, что такие видео дают очень большую конверсию. Почему? И даже почему сейчас расскажу. Ну вот, кто уже использует подобные видео? Ну, как я уже говорил, Азамат Ушанов, вы могли видеть такое видео. Подобное видео использовал тренинг-центр «Твой старт» Евгений Хоченков, Михаил Гаврилов. Для Тимура Тажинова мы делали такое видео. Мы сделали такое видео для нашего совместного вебинара по созданию цепляющих видео. Мы сделали такое видео для Нью-Йоркского института фотографии. И как вы видите, все эти видео размещены на главных страницах сайта. Соответственно, когда человек попадает на сайт, он видит такое рисованное видео. После этого, ну, во-первых, он, длительность пребывания человека на сайте увеличивается. А во-вторых, такое видео человек гарантированно просматривает, потому что оно захватывает внимание. Это вот среди тех, кто уже использует видео. И, опять же, почему рисованные видео? На самом деле, все очень просто. Это такой очень специфический тип видео, который активно используется многими для презентации своих продуктов, услуг, сервисов в интернете. И отличительная особенность рисованных Doodle Video в том, что они показывают сложные вещи простым и увлекательным способом. Потому что, когда ты смотришь видео, и перед тобой разворачивается какая-то история по тому, как же все происходит, такое видео смотреть гораздо увлекательнее. Такое видео, от него почему-то оторвать глаз гораздо сложнее. Вот каким-то магнетическим образом оно тебя к себе притягивает. И в 90% случаев ты его досматриваешь до конца. Так, слайд один пропустил. И я могу с уверенностью сказать, что такие вот рисованные Doodle Video это очень горячая тема в 2013 году. И это определенно очень горячий тренд именно в Рунете. Спрос на такие видео будет расти. Соответственно, предложение на рынке по созданию таких видео также будет появляться. И как раз сейчас я буду более детально говорить именно о создании вот таких видео. Опять же, преимущества именно рисованных видео для инфобизнеса. Во-первых, такие видео гарантированно увеличивают время пребывания посетителя на сайте минимум в полтора, а то и в два раза. И при этом такие видео активно вовлекают зрителя в процесс. Тем самым они повышают конверсию на сайте. Соответственно, человек смотрит такое видео и в конце вероятность того, что он выполнит необходимое для вас действие, подпишется или перейдет по ссылке, она возрастает в разы. Такие видео увеличивают продажи от двух, трех, до четырех, с пяти половины раза. Соответственно, если у вас просто на сайте что-то продается и там продается два раза или сто человек заходит и без видео покупает два человека, то с таким видео количество покупок может возрасти до семи, восьми, при том, что будет такое же количество людей посещать ваш сайт. Также преимущество таких видео в том, что они создают вирусный эффект и привлекают трафик. Вот на примере видео Азамата Ушанова можно в этом убедиться, потому что мы, когда создали это видео, буквально через неделю уже просто весь интернет, там твиттер, вконтакте, все социальные сети уже этим видео пестрили, его везде публиковали, этим видео везде делились и, соответственно, это видео вызвало очень большой вирусный эффект именно в интернете. И, опять же, если мы говорим о построении подписной базы, то такие видео гарантированно помогают вам строить подписную базу, потому что они имеют весь необходимый набор преимуществ, которые вовлекают вашего зрителя в процесс и он остается с вами, делая то, что вам нужно. Вот кейс по видео, которое мы создали для Азамата Ушанова. Вы можете видеть обыкновенная страница приземления, страница захвата, рисованное видео, реклама бесплатного продукта, это была книга Азамата, 7-дневный план продаж информации, и 61 тысяча, 61,5 тысяча человек уже скачали эту книгу вот благодаря этой книге. Это абсолютно реальный кейс, который вы можете увидеть своими глазами, если посетите эту страницу. вот и могу сказать, что в Штатах подобные видео используют очень многие звезды интернет-маркетинга, такие люди, как Рич Шефрон, Дэн Кеннеди, Гай Кавасаки, все они используют Doodle Video, это те видео, которые я нашел, их гораздо больше, но я веду к тому, что такие видео уже в Рунете набирают обороты, если в США их используют топовые интернет-маркетологи, в Рунете их начинают использовать топовые интернет-маркетологи, то через год и даже меньше такие видео, они уже становятся массовым продуктом, но при этом их качество немножко страдает. И я могу с гордостью сказать, что мы одними из первых, даже не одними, мы реально первые начали создавать такие видео для интернет-бизнеса, это небольшой повод для гордости, потому что классно себя осознавать тем, что ты что-то привнес в индустрию и классно, когда ты начал делать достойный продукт. Вот некоторые из наших клиентов Азамат, Тимур, Юра, Черников, все для вас известные знакомые лица, а также мы сделали это видео для Нью-Йоркского института фотографии. И как только мы начали делать такие видео, заметили очень печальную картину. Нас начали бездарно копировать и обучать созданию подобных видео. Честно говоря, мне это не очень понравилось, могу сказать, что мне это вообще не понравилось, потому что я когда увидел случайно ссылку на такую презентацию, то что мы вас научим создавать такие видео, вы будете зарабатывать очень много денег на создание таких видео. При этом люди, которые продавали данные курсы, они использовали скриншоты с нашего сайта, они использовали скриншоты с наших видео, которые мы делали для наших клиентов, и где-то процентов 50-60 своего продающего контента, они делали на основании наших видео, которые мы делали для клиентов. И соответственно, за счет таких людей у меня появилось большое желание эту ситуацию исправить, потому что на самом деле технология создания таких видео, она не очень сложная. Но опять же, есть определенные тонкости, которые позволяют делать именно такие видео, которые заставляют зрителя досмотреть это видео до конца, не просто что-то нарисовать, потому что к примеру, фотошопом пользоваться может научиться каждый, но не каждый может в фотошопе делать достойные фотографии и достойные продукты. Точно так же и с созданием таких видео. Кто-то уже говорил, что есть среда для создания таких видео, это называется платформа видеоскрайбинг, но помимо среды и самой программы, есть еще определенная технология, как делать видео, которые интересно смотреть. Хорошая новость в том, что я готов вас научить создавать такие видео, и более того, я готов научить вас зарабатывать на этом. я могу говорить это с полной уверенностью, потому что мы сделали видео для лучших интернет-предпринимателей в Брунете, мы знаем, как делать такие видео, я допустил массу ошибок, прежде чем в конечном счете сделать такое видео, которое мне понравится, и такое видео, которое понравится нашим клиентам, и это видео не просто с использованием каких-то стандартных наборов, это не просто видео, которое делается за 2 минуты и позиционируется как суперское видео, которое повышает конверсию, это реальная технология, которую я сейчас расскажу, и именно об этой технологии мы будем говорить. И у меня такой вопрос, кто хочет узнать более подробно об этом процессе, даже несмотря на то, что вы создаете видео, вы уже знаете об этой среде, вы знаете как делать подобные видео, вы уже создавали такие видео, но как делать именно классные видео с яркими рисунками, с яркими сценариями, с интересно захватывающей линией, такие видео, которые действительно хочется смотреть, то есть не просто что-то нарисовать, где пишущая рука что-то делает, делать финально достойный продукт, и при этом зарабатывать от 14 900 рублей в минуту, создавая подобные видео, причем почему 14 900 рублей в минуту, это та цена, которую мы поставили, и опять же, когда я говорил о том, что нас начали все копировать, все начали применять и использовать именно эту цифру в своих продающих презентациях, позиционированные, позиционируя это тем, что они сделают то, что их потенциальные клиенты и ученики смогут зарабатывать такие деньги на создание видео, хотя странно было наблюдать за видеопрезентациями тех людей, которые пытались продать этот курс, и более того, некоторые из них обращались к нам, чтобы мы сделали для них подобный видеоролик о том, как создавать такие видео, а они его уже от своего имени продавали. И вот просто, чтобы не вдаваться во все эти дебри, вот у меня к вам вопрос, дайте пожалуйста на него ответ, кому интересно. Так, 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 у меня почему-то форма комментариев в ВКонтакте зависла и не хочет обновляться. Я не знаю, с чем это связано, но я предполагаю, что там много да, и в целом интересно. Так вот, как я уже сказал, стоимость создания подобных видео от 14 900 рублей в минуту. Почему такая цена? Потому что в создании действительно качественного видео задействовано очень много элементов. Во-первых, это профессиональная озвучка. Во-вторых, это создание сценария. Именно продающего сценария, который удерживает внимание зрителя. Во-вторых, это раскадровка, когда вы планируете и понимаете, что зачем следует для того, чтобы сделать очень классную сюжетную линию. А в-третьих, это сами рисунки. Если вы видели, то все рисунки, которые мы используем в данных видео, они являются индивидуальными. Соответственно, мы для каждого нашего клиента такие рисунки заказывали у иллюстраторов, которые создавали их на заказ с учетом и с пожеланиями именно непосредственно задачи, которая стояла перед клиентом, перед тем, чтобы создавать это видео. Также мы в видео добавляем музыкальное оформление, мы добавляем туда специальные эффекты, мы делаем цветные рисунки и за счет этого формируется такая цена. Естественно, что в это еще заложена бизнес-составляющая, потому что это бизнес и на создании таких видео мы зарабатываем, я этого не скрываю. Но при этом такая цена она довольно объективна и она отображает ту затратную часть, которая в ней состоит. Соответственно, это абсолютно справедливая стоимость за создание таких видео, именно такого уровня, который я показал, или видео, которое вы видели на примере Азамата Ушанова. И я могу с полной уверенностью сказать, что мы против обучения создания некачественных видео, которые не приносят должного результата клиентам, и главное, что этому начинают обучить люди, которые в этом не разбираются и более того, наносят ущерб рынку. Вы сами можете согласиться с тем, что если на рынке появится большое количество некачественного подобного видеопродукта, то интерес к таким видео резко упадет, эффективность таких видео резко уменьшится, и от этого в конечном счете не выиграет никто, просто потому, что какой смысл в дальнейшем будет использовать такие видео, если появится очень много некачественного продукта. И соответственно, мы решили создать сообщество профессионалов по созданию видео и поделиться с вами собственной системой по тому, как можно создавать такие видео и по тому, как можно зарабатывать на создании рисованных видео. Есть два выигрышных пути. Первый вариант, это вы научитесь создавать рисованные видео для увеличения прибыльности собственного бизнеса, то есть вы научитесь делать видео и применять их в собственном бизнесе для презентации своих продуктов, для отстраивания продающих воронок на своих сайтах, будете размещать эти видео на собственных страницах и тем самым привлекать подписчиков и увеличивать продажи, повышать конверсию. Или же второй выигрышный путь, это вы научитесь создавать подобные рисованные видео на заказ и вы сможете построить из этого доходный бизнес, как я уже показал в качестве примера, стоимость создания подобного видео от 14900 рублей в минуту, можно ставить цену выше, можно ставить эту цену немного ниже и делать своеобразный демпинг, но тем не менее это уже рыночная цена и в любом случае конкурировать придется именно в этой ценовой категории, то есть слишком ниже продешевить не получится, создавая видео именно подобного уровня. И вот что вы можете получить. Во-первых, вы узнаете технику создания профессиональных рисованных видео за один-два дня, потому что реально качественное классное видео можно сделать вот если полностью вложиться полностью включиться вот за два дня на выходе уже получить готовый продукт. Как я уже сказал, стоимость минуты создания видео от 14900 рублей. Вы гарантированно увеличиваете продажу от двух до четырех с половиной раз с помощью Doodle видео в своем бизнесе, если вы его применяете для своего бизнеса, или же вы это просто видео делаете для продажи и опять же вы на этом зарабатываете. И естественно, что с помощью таких видео вы начнете привлекать подписчиков в свой бизнес. На примере видео, которое мы сделали для Азамата, это видно, 60 тысяч подписчиков с половиной на странице захвата благодаря такому видео. И есть процесс создания видео, как я уже сказал, есть алгоритм. Этот алгоритм очень простой, но опять же его нужно понимать. Собственно, как все происходит. В первую очередь определяется идея, для чего создается такое видео, какая будет конечная цель такого видео и что с ним будет в конце. К какому действию оно будет призывать. Второй момент, это создается продающий скрипт, создается продающий сценарий такого видео, который подгоняется специально под кронометраж, чтобы это видео не было более двух минут, потому что это время, о котором я говорил, вначале самое оптимальное для интернета. После этого делаются раскадровки, рисунки, которые максимально соответствуют смыслу, посылу видео, которые максимально передают сообщения видео, которые максимально отражают суть этого видео, чтобы оно в конечном счете дало максимальный эффект по конверсии. Далее делается профессиональная озвучка, причем чем более яркая озвучка, чем больше добавлено музыкальных эффектов, тем в конце видео получается более вкусным, более сочным. После этого создается сам монтаж видео, оно монтируется и оно уже готовится к публикации, готовится к тому, чтобы готовиться финальный продукт, и финально мы получаем видео, которое уже готово к распространению, которое готово к тому, чтобы его публиковать на сайте, чтобы начинать на него привлекать трафик. Процесс состоит из шести таких логичных взаимосвязанных пунктов, и при этом это уже алгоритм. Так как мы такое видео сделали не одно, вы сами это видите, эта система она уже отработанная, и благодаря этой системе видео можно просто ставить уже на поток, и как раз об этом процессе вы сможете узнать. Я проговорил эти пункты, еще раз определение задачи, создание сценария, создание раскадровки и тематических иллюстраций, создание озвучки и музыкальное оформление анимации видео. И как я уже сказал, вы легко научитесь создавать видео для своего бизнеса и зарабатывать на создании рисованных видео от 14900 рублей в минуту. собственно кому интересно дайте пожалуйста в чате знать, поставьте пожалуйста плюсики и скажите что да я хочу или мне было бы интересно или если вы уже создаете подобные видео, то я более чем уверен, что у вас есть определенные вопросы по тому как докрутить ваше видео или по тому как разработать более интересный сценарий для видео как сделать более яркую сюжетную линию как его смонтировать как добавить определенные эффекты если вы уже работаете в этой среде видеоскрайбинга она в целом простая для ознакомления но требует определенных нюансов для того чтобы сделать финально качественный видеопродукт так 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 я сейчас читаю комментарии смотрю что пишут так вижу плюсики вижу плюсики вижу плюсики окей смотрите вот что вы узнаете и то чему мы готовы вас научить ну во первых это сама технология создания во вторых это создание видео с финальным цепляющим предложением это создание продающего сценария это создание иллюстраций для видео потому что есть там ряд уже готовых иллюстраций но также можно создавать специальные иллюстрации это создание профессиональной озвучки и создание музыкального оформления вы сможете сделать первое продающее дуду видео вот я вначале говорил за два в течение двух дней но реально первый результат вот чтобы вы сказали вау круто мне это нравится буквально за два часа просто нужно вникнуть сесть понять как что делается и там первое видео менее чем на минуту вот за два часа сделать у вас гарантированно получится и самое главное то что вы сможете опять же при желании если вы решите на этом делать бизнес если вы решите на этом зарабатывать то вы сможете построить систему продаж и вы сможете зарабатывать на создании таких видео от 14 тысяч 900 рублей в минуту собственно как это все будет проходить во первых обучение будет проходить в формате онлайн занятия в формате вебинара это будет вводное онлайн занятие где мы рассмотрим абсолютно все все аспекты которые нам нужны будут где мы более ближе познакомимся если вы уже создаете подобные видео отлично вы поделитесь своим опытом как я уже сказал моя цель создать сообщество именно видеопрофессионалов по созданию подобных видео и если вы уже это делаете предлагаю объединяться для того чтобы финально предлагать рынку исключительно качественный продукт если вы еще такие видео не делаете и вам интересно научиться то мы как раз на первом вводном занятии проговорим абсолютно все тонкости расскажу что вам нужно сделать для того чтобы приступить к началу создания таких видео после этого будет серия подробнейших видео уроков по созданию видео как раз на этих видео уроках мы детально рассмотрим все аспекты создания сценария все аспекты создания иллюстраций все аспекты создания монтажа, все аспекты того, как делать эти видео, того, как делать эффекты, переходы. Собственно, все, что вам нужно знать для того, чтобы с полной идеей, когда у вас в голове есть какая-то идея, вы ее хотите воплотить в жизнь, чтобы у вас был полный набор инструментов по воплощению вашей идеи в жизнь, и в конечном счете вы сделали именно такое видео, которое вам бы просто нравилось, вы говорили, вау, круто, я очень доволен то, что у меня получилось сделать именно такое видео. И у нас будет закрытая группа с постоянной обратной связью, где мы будем постоянно обмениваться информацией, где вы сможете задавать вопросы, я буду на них отвечать, я буду делиться там своими секретами, своими наработками, потому что у нас это текущий процесс, как я уже сказал, это бизнес, который работает, и есть клиенты, которые делают постоянные заказы, и я для себя поставил внутреннюю такую планку, что каждое новое видео мы делаем лучше предыдущего. Это для того, чтобы мы могли, во-первых, внутренне развиваться, для того, чтобы каждое видео, оно превосходило предыдущие видео, и для того, чтобы постоянно задавать более высокие стандарты качества. И как раз вот этими маленькими фишечками, маленькими нюансами мы будем с вами делиться то, что мы применяем для при создании видео для своих клиентов. И я мог бы абсолютно легко запрашивать за подобный курс, вот стандартная цена 14900 рублей, потому что я более чем уверен, что эта стоимость, она гарантированно отобьется после создания вашего первого видео, причем она отобьется и в количестве подписчиков, она отобьется и в количестве денег, которые вы сможете получить. и это более чем оправданная цена, при том, что она единоразовая за данный курс. Но я решил то, что такой цены не будет, потому что этот... я сейчас скажу, почему такой цены не будет. Потому что этот курс, он первый, то есть он... я бы не говорил то, что это экспериментальный курс, но это живая группа, мы будем работать именно в потоке, и по ходу мы будем эти видео создавать. Буквально вот последние там, мы уже когда начали заниматься организацией онлайн-конференции, как раз мы были полностью погружены с Тимуром в этот процесс, и я уже в этот момент начал замечать то, что поступают на почту какие-то предложения, приходят письма, вот мы вас научим создавать видео. Меня это просто внутри очень сильно разозлило, и я понял, что все, вот так нельзя. Я делаю, гарантированно делаю классный курс по созданию подобных видео, и обучаю всем секретам, всем тем тактикам, которые мы применяем при создании наших собственных видео. Поэтому стоимость данного курса, опять же, после завершения конференции, она будет 9900 рублей. Но сейчас у вас, как для участников, есть возможность приобрести этот курс всего лишь по стоимости в 4900 рублей. При том, что группа будет ограничена. Я не уверен, что мы сможем работать комфортно с группой, в которой будет больше 50 участников. Это связано с тем, что, во-первых, постоянная обратная связь, во-вторых, если это будет слишком большая группа, просто качество и эффективность обучения, она уменьшится. И это... Ну, я хочу, чтобы в конечном счете вы научились создавать действительно качественные видео, которые дадут результат, которые вас порадуют и которые будут работать именно на вас. Поэтому конкретное ограничение по количеству участников в группе, если вы успеете вписаться, будет отлично. Ну, если нет, тогда уже будете проходить этот тренинг в записи. И опять же, я делаю акцент на том, что этот тренинг, это не коробка, это не серия просто видеоуроков, которые вы получаете, вот все делайте. Это будет живое обучение, это будет постоянная обратная связь, потому что сам тренинг будет разбит на занятия, которые будут идти по неделям. И, соответственно, мы в процессе обучения и будем создавать такие видео, вы будете в процессе получать обратную связь для того, чтобы создавать такие видео. Я вот вижу вопрос, нужно ли уметь рисовать? Нет, уметь рисовать не нужно. В этом вот и заключается вся прелесть того, что для создания подобных видео абсолютно не нужно рисовать. Есть простой алгоритм. Все, что вам нужно сделать, это просто видеть в голове финальную картинку, как вы хотите это сделать. После этого вы свою картинку перекладываете в текст, вы описываете словами то, что вы хотите сделать, и в конечном счете вы получаете на выходе готовое видео. То есть вам рисовать не нужно. Если у вас, конечно, есть желание, у вас есть талант, у вас есть способность рисовать, это можно будет применить, И вы будете еще больше гордиться тем, что вот это мои собственные рисунки. Я к этому видео не просто приложил руку, но я реально это видео практически сделал с помощью своих рисунков. Но реально уметь рисовать не нужно. И в качестве дополнительных бонусов я решил еще с вами поделиться, так как это уже наши внутренние наработки, за счет того, что мы сделали видео для многих клиентов, это алгоритм создания продающих сценариев. Потому что когда хочешь создать такое видео, в голове сразу начинается каша. Окей, а как же мне сделать сценарий, а что сюда добавить, а что сюда включить, а что не включать. Так вот, у нас уже есть выработанный алгоритм создания продающих сценариев абсолютно на любой случай. То есть если это видео для главной страницы сайта, если это видео на страницу с подпиской, если это продающее видео для курса, если же это видео с приглашением принятия участия в вебинаре. Вот структура создания продающего сценария, она у вас будет. Второй момент. У вас будет доступ к базе иллюстраторов и художников. Это те профессиональные ребята, которые создают отличные картинки для того, чтобы в конечном счете ваши видео выглядели не как все штампованные видео, где используются одни одинаковые сумки, одни одинаковые шрифты. И такое ощущение, будто кто-то взял и неудачно скопировал или забыл остановить копировальную машину от того, чтобы такие видео перестали штамповаться. То есть все видео, которые мы будем с вами создавать, они будут иметь индивидуальный эффект, и они не будут похожи друг на друга. То есть в 90% случаев это будет абсолютно уникальный продукт, именно ваш. В-третьих, вы получаете доступ к базе профессиональных дикторов. Я уже говорил о том, что звук и аудио при создании видео это более чем ключевой эффект. Это очень важный элемент. И у нас есть база дикторов, в которой вы получаете доступ, которые готовы будут сделать озвучку. Они сделают озвучку как раз по вашему сценарию с правильной интонацией, с правильной передачей эмоций, с правильным посылом, с правильной подачей сообщения. И четвертый момент. Вы получаете доступ к базе музыкальных эффектов. Вот очень многие задают вопрос там, а где взять музыку для моего видео, как использовать музыку бесплатно, а где, если я не хочу бесплатно, где ее можно купить, а если я не хочу покупать, я хочу ее бесплатно, так, чтобы я потом загрузил это видео на YouTube, и меня YouTube не забанил и не удалил мое видео. Как же мне, где мне найти вот этот большой список всех треков. Так вот, вы на этот счет можете не переживать, потому что у нас уже есть список таких каталог музыкальных эффектов и каталог песен и мелодий, которые можно использовать как фоновую музыку в ваших видео. И мы, опять же, ей с вами поделимся. У вас также будет доступ к данному каталогу. Алгоритм создания продающих сценариев, доступ к базе художников и иллюстраторов, которые будут делать рисунки исключительно под вас, доступ к базе профессиональных дикторов и доступ к базе музыкальных эффектов. И на самом деле это еще не все. Я более чем уверен в том, что видео, которое вы сделаете и видео, которое вы научитесь делать, оно гарантированно вам принесет результат. Но, если вдруг по какой-то причине вы сделали видео и оно не принесло вам больше денег, оно не принесло вам больше подписчиков или оно не увеличило конверсию вашего сайта, я полностью готов вернуть вам ваши деньги. Если видео для вас не сработало, если видео для вас не принесло результат, то, соответственно, вы получаете полностью возврат той суммы за обучение, которую вы заплатили. Речь идет на данный момент о 4900 рублей, хотя это более чем смешная сумма, так как реальная ценность и стоимость курса составляет минимум 14900 рублей. Но в данном случае я готов сделать полную гарантию, только потому, что я более чем уверен в конечном результате. Вы будете довольны теми видео, которые у вас получатся, вы будете довольны теми видео, которые вы сможете сделать. Для того, чтобы получить и заказать этот курс, просто нажмите по красной кнопке под этим видео, вы сразу же попадете на страницу заказа. И, как я уже сказал, всего 50 свободных мест. Цена для участников листбилдинг конференции всего лишь 4900 рублей, при том, что после завершения конференции стоимость будет составлять уже 9900 рублей. И что сделать прямо сейчас? Нажимайте по красной кнопке «Получить доступ» под видео презентацией, которую вы видите на странице, или же можете перейти по ссылочке youtube1.ru Я попрошу, Руслан, сбрось, пожалуйста, эту ссылочку в чат. Обязательно выпишите и оплатите счет до 21 июня, потому что до 21 июня цена будет 4900 рублей, после этого цена повышается до 9900 рублей. И такая цена исключительно для вас, как для участников конференции. Вы после оплаты получаете подтверждение на почту об оплате и, как я уже сказал, гарантию на возврат денег, если ваше видео не принесло вам должного результата. Мы с вами сделаем тот результат, который вы перед собой ставите. Или же увеличить ваши продажи, или же увеличить количество подписчиков, или же увеличить конверсию на вашем сайте. Вы гарантированно или же выполняете результат, получаете то, что хотели, или же по гарантии получаете возврат денег. Собственно, я готов ответить на ваши вопросы, но у меня по какому-то курьезному моменту почему-то пропали комментарии ВКонтакте, там, где их было очень много, они почему-то пропали и не отображаются на сайте. Сейчас я постараюсь с этим разобраться и сделать так, чтобы все же комментарии отобразились. Пока что я попрошу, вот, Руслан, если что-то ты можешь, просто мне в скайп сбросить комментарии, которые задают участники. И я говорю сразу, что данный курс мы будем проходить вживую, то есть это не курс в записи. Вы получите обратную связь на каждое ваше видео, все, что вы будете делать, вы будете получать обратную связь. Данный курс мы стартуем после завершения конференции. Я так предполагаю, что это будет конец июня. Вот, по поводу точной даты я могу сейчас сказать, точная дата старта курса. Это будет понедельник, 1 июля. Вот как раз мы завершаем нашу онлайн-конференцию, подводим, зачищаем все хвосты. И с 1 июля приступаем, вот, с головой окунемся в создание видео и уже в течение ближайшей недели вы получите на выходе не одно, а то и два, и три видео. При том, что вы сможете создавать по этой технологии абсолютно неограниченное количество видео, как я уже сказал, как для своего бизнеса, так и для своих клиентов. Для того, чтобы получить доступ, просто переходите по ссылочке под этим видео. Опять же, отвечая на вопрос, когда начинается курс, курс будет стартовать с 1 июля. Будет серия видео уроков, мы проведем первое вводное онлайн занятие в формате вебинара. Сколько будет длиться тренинг? Тренинг будет длиться, я думаю, это порядка 10-14 дней. Опять же, чуть-чуть дольше, длиннее, но все будет сводиться к тому, что у вас будут видео уроки, вы будете выполнять задания конкретно по видео урокам. И в зависимости от того, насколько вы быстро будете это делать, насколько вы активно все будете выполнять, тем интенсивнее будем двигаться вперед, или же тем медленнее будем двигаться. То есть, опять же, зависит от группы. Программу нужно отдельно покупать. Да, программа не входит в стоимость обучения, потому что она закрепляется полностью за вами. И так как там есть ежемесячная подписка на пользование данным приложением, это будет просто привязано к вам. Но поверьте, это абсолютно смешные деньги, которые вы будете в разы отбивать, и абсолютно даже об этом не задумывайтесь. Этот тренинг, как я уже сказал, он подходит и для новичков, и этот тренинг подходит. То есть, если вы уже занимаетесь созданием подобных видео, если вы уже знаете среду, в которой такие видео создаются, если вы уже знаете, уже создавали такие видео, но вы хотите улучшить свои навыки, я готов с вами поделиться своими секретами. Вы могли видеть те видео, которые мы создавали. Поверьте, нам уж есть что рассказать. И я лично сделал не одно такое видео. Я знаю, как все делается это изнутри. Хочется понять, есть ли клиенты в России на такое видео. Клиентов в России на такое видео более чем достаточно. Я говорил о том, что Doodle Video это очень горячий тренд в Рунете, и благодаря таким видео, такие видео только набирают обороты. То есть, сейчас самое лучшее время для того, чтобы занять нишу. Я уже говорил о том, что появляется большое количество бездарных курсов от людей, которые не создали ни одного видео, и это очень сильно раздражает. Поэтому я хочу, чтобы мы, опять же, мы формируем сообщество видеопрофессионалов, и мы сможем совместно создавать такие видео. Мы сделаем группу, будем внутри делиться рекомендациями, советами. И по поводу наличия клиентов в России, поверьте, это только начало. Это вот только то-то самое зародышевое время, когда эту тему нужно именно стартовать. Так, говорят, кнопка не работает. Ребята, а попробуйте перезагрузить страницу, или опять же, бросьте ссылочку в чат, потому что у меня, честно говоря, все работает, и в целом никаких проблем с этим нет. Нажмите вот кнопочку под видео, она должна вас переадресовать на страницу оформления заказа. Эта программа, она работает как на платформе Windows, так и на Mac платформе, абсолютно без разницы где, при том, что она не требовательная к ресурсам, и более того, такие видео можно создавать даже на iPad. Поэтому тот счастливчик, который выиграет iPad, он гарантированно сможет научиться создавать подобные видео, даже на своем iPad. При этом, такие видео на iPad делать очень и очень просто. Опять же, стоимость программы составляет порядка 25 долларов. В рублях это что-то порядка тысяч рублей. Вот, повторный курс планируется. Смотрите, повторный курс, так как этот тренинг будет в формате видеозаписей, курс, естественно, что я его буду потом продавать, но он будет продаваться потом совсем по другой цене. То есть, сейчас стоимость на такой курс 4900 рублей, и уже после будет стоимость минимум 9900, потому что, ну, не имеет смысла продавать его дешевле, так как ту ценность, которую он себе несет, и видео, которые вы сможете научиться делать, они вам, в конечном счете, дадут гораздо больше и в количестве заработанных денег, и в количестве подписчиков, которые вы получите, и в количестве продаж, которые вы будете получать с сайта. Если вы решите развивать именно свой бизнес и создавать такие видео для клиентов, именно зарабатывать на создании таких видео, то минимум стоимость создания минуты видео от 14900 рублей, вы просто с головой отбиваете стоимость вложений сразу же после первого заказа. Так, если уедем, да, конечно, будет в записи, потому что это будут видео уроки. Так, у кого вы обучались? Ребят, я эту тему, я тему создания видео уже изучаю два года, и я сейчас учусь в университете в Сан-Франциско по направлению мультимедиа и коммуникации, и видео, продукт, это то, с чем я профессионально работаю. Поэтому на вопрос, у кого я обучался, я даю ответ, что я эту тему профессионально изучаю в одном из лучших университетов США. Так, 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 так. На этом все. Если есть еще какие-то вопросы, я с радостью готов вам ответить. Ответить, вот, по поводу обучения, если, да, я уже сказал, курс будет в записи, все будет в формате видео уроков, непонятно, как учиться же. Смотрите, обучение полностью удаленное. Все, что вам нужно, это ноутбук, и, по сути, все, потому что кроме ноутбука вам больше ничего и не потребуется. Вся работа будет делаться удаленно, будут, или же вы будете делать часть каких-то вещей самостоятельно. Но, опять же, все подобные видео, они делаются исключительно в компьютерной среде. Ничего рисовать не нужно, навыков рисования не нужно. Если вы ранее не создавали ни одного видео, опять же, пусть это вас вообще не пугает, потому что такие видео, вот я вчера девушку свою любимую обучал создавать такие видео, и она буквально за час сделала видео на полторы минуты с озвучкой и со всем. Поэтому нет никаких преград в том, чтобы начать создавать такие видео. Время обучения будет не рабочее. Время обучения какое вам удобное. Все обучающие материалы будут в видео-аудио формате. Когда вам удобно смотреть, когда вам удобно приступать к обучению, тогда вы это и делаете. Сколько времени занимает создание одного готового ролика? По созданию одного ролика, опять же, зависит от его хронометража. Это может быть видео на одну минуту, видео может быть на две минуты. Зависит от задач видео. Вот если вы, к примеру, видели видео на странице конференции, то я такое видео сделал буквально за 30 минут. Видео для Азамата Лушанова мы делали дольше. Такое видео мы делали порядка недели. Но это при том, что мы его просто утверждали. Мы там вносили правки, мы вносили корректировки. Но в целом, как я сказал, за два дня абсолютно реально сделать подобное видео. Опять же, если оно будет не длинным, то до минуты такое видео более чем реально сделать за один-два дня. Если чуть-чуть длиннее и хочется сделать очень классное, то вот неделя, 4-5 дней максимум. Где видео, сделанная девушка? Видео, сделанная девушка, еще у нее на компьютере, она его вообще никуда не опубликовала. Вы напишите мне в ВКонтакте, и я вам сброшу видео, которое она сделала. У нее как раз сегодня вечером презентация. И вот она это видео обязательно опубликует, и я вам сброшу, покажу ее результат. Кои все затраты на этот курс? Обучение, программа, рисунки. Смотрите, стоимость курса обучения составляет 4900 рублей. Программа, это все включено в... Программу вы приобретаете отдельно. Я уже сказал, что стоимость программы составляет менее 1000 рублей. Но она постоянно закрепляется за вами, и она будет привязана к вам. Так как у вас там будет личное пространство, личный кабинет. Все рисунки, которые вы будете создавать внутри этой среды, они будут привязаны полностью к вам. Вот, по сути, все затраты. По поводу рисунков, опять же, зависит... Есть большой набор уже готовых рисунков, как я уже сказал, готовых звуковых эффектов. Большой набор уже готовых музыкальных композиций, которые мы вам предоставляем. То есть, вы это уже получаете в комплекте. А если вы решите делать видео на заказ, то есть... Список, опять же, который мы предоставляем художников и иллюстраторов. Которые готовы будут сделать рисунки, опять же, в зависимости от сложности. Вот. Это будут видео уроки. Часть видео уроков будет в прямом эфире, часть видео уроков будет в записи. То есть, видео, где я детально рассказываю, показываю, как и что делать. Вы смотрите это видео, и уже в нашей закрытой группе вы сможете задавать вопросы, получать обратную связь. По общим затратам, я еще раз говорю, что на создание подобного видео, все, что вам нужно сделать, это вы приобретаете обучающий курс. Вот. И для того, чтобы создавать видео, стоимость программы порядка тысячи рублей, но она постоянно закрепляется за вами. Вот. Нужна ли программа для монтажа типа Adobe Premiere? Опять же, если вы хотите делать очень-очень крутые видео, то такая программа нужна. Мы Adobe Premiere не используем. Мы используем программу Final Cut, но это для продвинутых. Опять же, в этом курсе я буду делиться абсолютно всеми секретами. Я буду рассказывать, как делать такие видео и в профессиональных монтажных программах, и как можно обходиться без профессиональных монтажных программ. Вот. Поэтому буду рад вас видеть среди участников данного курса. Еще раз. Предложение доступно только до 21 июня по специальной цене для вас, как для участников конференции. У вас есть возможность включиться в группу, и мы уже стартуем с 1 июля. Вы на выходе научитесь создавать такие видео, зарабатывать на таких видео. И это очень горячий тренд в Рунете. С каждым месяцем он все будет больше и больше расти. И вместе я более чем уверен, что мы сможем победить вот это вот засилие некачественных, низкокачественных видеороликов, которые создаются непонятно кем, непонятно... Не хочу никого обидеть, но если мы говорим о создании качественных видео для интернет-бизнеса, то такие видео должны давать результат, а не выжигать рынок. Так вот, мы против того, чтобы выжигать рынок, поэтому мы готовы вкладываться в создание именно профессионалов по созданию таких видео и вместе делать такие видео, работать сообща, для того, чтобы делать качественный продукт. Ребят, на этом все. Я хочу передать слово нашему второму, нашему третьему спикеру. Я надеюсь, что с многими из вас мы уже увидимся внутри обучающего курса. Пока предложение еще доступно, переходите по красной кнопочке или же... Руслан, сбрось, пожалуйста, ссылочку в чат, ну или же эта ссылочка вы можете видеть на экране youtube1.ru slash doodle, вы просто переходите на страницу заказа, вот. И уже все детали, если что, можете писать мне ВКонтакте по каким-то вопросам, уточняющим по созданию видео, на которые я не ответил, возможно, пропустил в чате. Вот. И буду рад вас видеть. Вот. А сейчас небольшая... Так, я сейчас дам слово Тимуру. Тимур, Тимур, Тимур. Даю тебе слово. Хочу еще раз сказать всем спасибо. И давайте делать классные, качественные видеоролики, которые гарантированно будут приносить нам новых подписчиков, увеличивать конверсию и финально помогать развивать и строить наш интернет-бизнес. И чтобы видео были качественными и достойными. То есть, не будем делать какие-то одноразовые, ширпотребные видосы, которые скучно смотреть и которые будут только выжигать рынок и никому не приносить пользы. Все, ребята. На этом моя часть выступления официальная завершена. Передаю слово Тимуру и далее мы с вами будем общаться в роли организаторов. То есть, я со стороны организатора буду, а не со стороны спикера. Так, 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 так. Тимур, тебе передаю слово. Тимур, тебе передаю слово.